Устанционный директор российского отделения Вики-Медиа. Кто из вас, собственно, пользовался Википедией? Все, да? А где-то, а это другой вопрос, кто не пользовался никогда Википедией? Отлично. А кто из вас редактировал Википедию в какой-то раз жизни? А кто никогда не редактировал? Только два человека, три человека, четыре. А кто это делает регулярно? Постоянно редактирует Википедия? Один человек, да? Ну, окей. Надеюсь, соответственно, после этой лекции вы все-таки будете редактировать Википедию значительно чаще. Может быть, у вас получится большое количество статей. И вы станете там тоже администраторами. И будете проносить пользу человеческим при помощи написания статей. Значит, сегодня я расскажу про Википедию вообще. И немножко я вам кратко про, собственно, саму идею проекта. Это, собственно, главная наша цель Википедии. Это, представьте, мир, где у каждого человека есть доступ ко всем знаниям человечества. Изначально она нам казалась совершенно недостижимой, что такой мир как бы на какой-то на далеком горизонте. Но в целом сейчас мы, по сути, уже сейчас уже живем в таком мире. Большая часть знаний человечества, но, к сожалению, конечно, недалеко не вся, уже доступна любому человеку. Интернет уже не такой трудодоступный. Даже люди и далеко в Африке пользуются интернетом. И, в принципе, большая часть знаний человечества, она доступна. Сейчас мы меняем лозунг на то, чтобы сделать мир, где каждый человек на планете может поделиться своими знаниями со всем человечеством. Кратко об истории Википедии. Ну, вообще, если сама история собрать, сама идея собрать все знания человечества, просто я загораживаю камни, собрать все знания человечества, она достаточно древняя. То есть появились библиотеки еще несколько тысяч лет назад. Изначально они были на глиняных табличках. Это библиотека царя Ашурба-Непала. Позже появились библиотеки на папирусных свитках, Александрийская библиотека, Пергамская библиотека, там, на пергаменте книги. Там собирали все книги человечества. И уже тогда стало понятно, что, в принципе, собрать все знания мало, потому что ни один человек эти знания, ну, в целом, даже прочитать не сможет никогда. То есть жизни не хватит. Книги пишутся быстрее, чем человек читает о них. И тогда же, уже в начале нашей эры, в 1977 году, появилась первая энциклопедия. Она была написана плением старшим. Это естественная история. Много даже современных мифов оттуда перекочевало в общественное сознание. Типа, что страуса прячет голову в песок и тому подобное. Но, тем не менее, это была крупнейшая энциклопедия того времени. Постепенно сама идея энциклопедии, она менялась. Появилась к 18 веку алфавитный порядок статьи. Появились, так называемые, ссылки из одних статей на другие. По сути, такой прообраз гипертекста. И уже, соответственно, к 18 веке энциклопедия, это было такое общее место. Все знали, что это такое. Многие читали. И только к середине 20 века возникла идея сделать электронную энциклопедию, чтобы все знания были доступны уже через... Хранились не в бумажных книгах, а уже на каком-то электронном носителе. Идея была высказана Гербертом Уэллсом. Но, собственно, она была большей частью фантастической. Только в 90-е годы, в 90-м году, Microsoft купила бумажную энциклопедию Коймер, сделала энциклопедию Энкартер, стала первая энциклопедия на электронном носителе. Параллельно развивалось другое такое направление. Возникла эта идея... Точнее, не направление, идея. А идея того, что, собственно, энциклопедии, книги могут писать не обязательно ученые, а все желающие. Идея возникла, собственно, в фантастике. Это придумал Дуглас Адамс своим автостопом по галактике, где было как бы описано две энциклопедии. У человеческого одна, она называлась галактическая энциклопедия, и писала только ученые, которые долго отбирали, долго там спорили, редактировали, самые лучшие и так далее. Но там было не так много статей, они были очень скучно написаны, и теплее никто не читал. И был путеводитель по галактике, который писали все желающие. И там была практически вся информация обо всем на свете. Это была самая популярная книга во Вселенной. Но это была тоже такая фантастическая идея. И третья идея, на которой стоит, лежит в истоках Википедии, это идея свободных знаний. В конце 80-х появились первые свободные лицензии. Они были сделаны для программного обеспечения. Появились первые программы, появились первые свободные лицензии. Постепенно, уже к концу 90-х, Linux, собственно, операционная система, GNU Linux стала основной операционной системой для веб-серверов. И тогда основоположник свободного программного обеспечения, евангелист свободного программного обеспечения, Ричард Столман задумался, что почему нету... То есть мы, окей, проблему с свободным программным обеспечением решили, но что же делать со знаниями? Надо сделать аналогичный проект, потому что, например, энциклопедия «Британика» стоит несколько тысяч долларов. Не каждый способен, может ее себе позволить. Ну, соответственно, все статьи защищены авторским правом, ограничиваются пеперэйтом, и, соответственно, это противоречит всей идеологии свободы. И он записал статью в 99-м году, где выдвинул вот эту идею свободной энциклопедии. И вот тут мы как раз подходим к истории появления, собственно, самой Википедии. Перед Википедией был один такой проект, который назывался «Нупедия» или «Ньюпедия». И его основал американский предприниматель Джимми Уэлл, который прочитал статью Столмана и решил сделать свободную энциклопедию, то есть энциклопедию, которая распространялась на условиях свободной лицензии. То есть любой человек мог бы брать этот текст без разрешения, дальше его перерабатывать, дорабатывать, ну и, соответственно, все последующие изменения текста на тех же условиях, которые должны были бы распространяться. Он нанял главного редактора этой энциклопедии Ларри Сенгера. Это был философ, преподаватель одного из американских университетов. И начиналась работа по созданию такой свободной энциклопедии. Однако она достаточно сложная делалась. Там сначала выбирались, кто мог бы с первым подчиняться к слову. Искались авторы, которые могли бы на эти темы написать статьи. Их уговаривали это сделать бесплатно. Они писали статьи, потом статьи отдавались на лицензии, потом на корректор, верстальщику, юридику, который все это выверял. В итоге статья опубликовалась, но вот к концу года в Лупиде было только 12 статей. И стало понятно, что что-то тут не так. И вот этот проект Лупиде никогда не достигнет Британики. То есть целый год люди работали, достаточно потрачено много денег было. Но ничего, в итоге 12 статей написали. И еще там несколько находились стадии написания. И, собственно, Ларри Ценгер, такой грустный, пошел в бар, встретился со своим другом, программистом Беном Холисом, где он, собственно, рассказал, что, в принципе, проект, который он так надеялся, что выстрелит, похоже, скоро его закроют, его уволят. И в целом, чтобы такое делать. И Беншковица, ну, сказал, а не попробовать ли вам прикрутить к вот этой энциклопедии Лупиде технологию Вики. Вот что такое технология Вики, Ларри Ценгер тогда это не знал, дело было уже в 2001 году. Технология Вики, она возникла, была придумана еще в конце 80-х, реально реализована в 95-м году американским ученым, органом Каннингемом. Идея у него была такая, то есть он, собственно, обнаружил, есть проблемы, программисты пишут код, и там, когда пишут код, там всегда какие-нибудь алгоритмы, они постоянно повторяются, там алгоритмы, например, сортировки, поиска, и чтобы каждый раз не изобретать велосипед, лучше и сам алгоритмы, надо как-то записывать, и вдруг улучшать, чтобы потом уже переводить на любой язык программирования, использовать уже самая стимальная алгоритма. Ну, это как бы проблема, как ее решить, так, чтобы все программисты стали улучшать вот этот код. И он придумал. В 90-е годы, собственно, уже появился интернет, но он был, наверное, веб-1.0, когда страницы в интернете, собственно, какой-нибудь веб-мастер выкладывал информацию на сайт или редакция сайта, а остальные были читатели, если им там хотели, чтобы что-то поменялось на этом сайте, они должны были написать письмо, и тогда уже там редакция решит, там, изменить там что-то или не изменить. Вот Бен Ворд Каннинген придумал идею, что, соответственно, это такое основа, можно сказать, веб-2.0, что сами пользователи сайта, сами читатели, посетители сайта могут изменять на нем информацию. И, соответственно, это одно из ключевых особенностей технологии ВИТИ, что любой человек может менять тексты на сайте. Любой ли он меняет и веб-2 на сайте, менять, собственно, само содержимое сайта. Понятное дело, что одного этого положения мало, потому что даже если будет 100 замечательных людей, которые будут только улучшать информацию на сайте, рано или поздно придет какой-нибудь шутник, либо ненормальный, либо человек, там, вот какое-нибудь объединение, который все просто испортит, и труд огромное количество людей просто будет уничтожен. Поэтому технология ВИТИ, она подразумевает еще вторую вещь, что все версии сайта, то есть каждая правка, она сохраняется, и всегда можно вернуть предыдущую или предпредыдущую. В общем, все версии страниц, они сохранены. И всегда можно, собственно, все выбрать. И в итоге происходит именно то, что он хотел, революция кода, которую они там собирали на этом сайте. Скажем, все полезные правки, они сохраняются, все неадекватные, они достаточно быстро убираются кем-то из пользователей. И в итоге происходит, собственно, такая вот эволюция. Сохраняется только полезные изменения, достаточно быстро происходит такая эволюция текста. И вот эту технологию ВИКИ, ВИКИ, кстати, это расшифровывается по-гавайски быстро, значит, там, в гавайском аэропорту, не так давно это просто отменили, были шаттлы, которые называются ВИКИ и ВИКИ, это быстро-быстро, соответственно, шаттлы в гавайском аэропорту, вот, собственно, вот отсюда было взятое слово ВИКИ. Использовать вот эту технологию ВИКИ для проекта НУПЕДИ. Ларис Энгер поделился идеей с Джимми Уэллсом, с наположником НУПЕДИ, и они решили открыть второй проект, чтобы как бы поэкспериментировать, то есть НУПЕДИ работает, как работала, а параллельно открыли второй проект, который назвали ВИКИПЕДИ. И, соответственно, про нее написали во всех известных блогах того времени, типа Слэш ДОТ, и в итоге к концу она была открыта 15 января 2001 года, и к концу 2001 года вот она уже содержала более 20 тысяч статей. В НУПЕДИ в то время было, к концу 2001 года, было 23 статей. Ну, стало понятно, что, собственно, какой проект умер, какой ожидает такое большое будущее. Ну, вот изначально у них была идея, вот на первой странице ВИКИПЕДИ, как она выглядела при открытии, вот давайте напишем 100 тысяч статей. Вот, и тогда это казалось по сути недостижимое. Такое число 100 тысяч статей это объем энциклопедии Британика. Но, тем не менее, она достаточно быстро развивалась, количество статей увеличивалось. Постоянно, вот сейчас, в английской ВИКИПЕДИИ, уже более 5,5 миллионов статей, в Британики по-прежнему там 100-120 тысяч статей. А что там зеленое было? А, ну это тренды, которые предсказывали, которые реальные. Насыщение почти не происходит. А, количество статей происходит, конечно, постоянно. Насыщение? А, насыщение нет. Ну, а, скажем так, темпы роста приостановились, то есть она уже перестала расти по экспоненте, но темпы роста они примерно стабилизируются. То есть она постоянно, постоянно, конечно, растет в ВИКИПЕДИИ. Русская ВИКИПЕДИЯ. После того, как была открыта 15 января 2001 года английская ВИКИПЕДИЯ, и она стала достаточно очень быстро популярной. Стали говорить, что давайте это сделаем и на других языках. Ну, соответственно, открыли тут же ВИКИПЕДИЯ на немецком, на французском языке и в мае 2001 года открыли ВИКИПЕДИЯ на русском языке. Ну, вот так она выглядела. Давайте работать вместе над русским вариантом ВИКИПЕДИЯ. И вот она появилась. Проблема заключалась в том, он, кстати, написал Ларри Сенгер, он один основатель ВИКИПЕДИЯ, он немного знает русский язык, он был, я не знаю, зачем, что он там делал, но он был в Ижевске и, соответственно, из-за Ижевска создавалась русская ВИКИПЕДИЯ. Проблема заключалась в том, что, собственно, создали ее американцы, но в России никто об этом не узнал. То есть английская ВИКИПЕДИЯ продолжала развиваться, русская, она висела, они знают, никто не знал. Ее посещали только всякие роботы, спамеры. И вот, собственно, спустя два года, вот, 2000, ну, конец 2002 года, смотрите, как выдавила главная страница. То есть там, видите, написано, внимание, Лаврухиной, бывший А какой-то, Россия, Родина слонов, ушастых повышенной проходимости. И вот эти надписи, вот, Россия, Родина слонов, она два года висела на главной странице ВИКИПЕДИЯ, никому дела не было, потому что там не было никаких концептопеджеских статей. Постепенно, все-таки, ВИКИПЕДИЯ стала появляться, стала появляться в некоторых сообществ, в основном, те, кто пользовались английской ВИКИПЕДИЯ, писали в нее. И в 2003 году там стало появляться, все-таки, потому что я тоже пришел в ВИКИПЕДИЯ в 2003 году, и постепенно, соответственно, потерли оттуда весь спам, стали писать статьи, и, кстати, тоже количество статей ВИКИПЕДИЯ тоже стало достаточно быстро увеличиваться. Сейчас в русской ВИКИПЕДИЯ, ну, собственно, в русской ВИКИПЕДИЯ миллион четыреста пятьдесят пять тысяч статей. Ну, для сравнения, в большой российской энциклопедии 80 тысяч статей. То есть, ну, разница, ну, на несколько полет. Что собой представляет ВИКИПЕДИЯ в настоящее время? Ну, вот, как выглядит русская ВИКИПЕДИЯ сейчас, уже никаких родин и слонов не написано. Главная страница обслеживается огромным количеством людей. Главная ВИКИПЕДИЯ является самой большой энциклопедией не просто в мире, а во всей истории человечества. Она выходит на большом качестве языков, примерно в 300 языков. Суммарно, вот, ВИКИПЕДИЯ, вот я сделал табличку, более 47 миллионов статей на всех языках суммарно. Вторая по величине это китайская энциклопедия, потому что ВИКИПЕДИЯ была в Китае заблокирована, они сделали свою, поискали в БАЙДУ, поэтому БАЙДУПЕДИЯ, она цензурируется, там 15 миллионов статей, но, правда, большей частью они сделаны для того, чтобы обогнать английскую ВИКИПЕДИЯ, они примерно там из одной строчки статьи, то есть в русском такие статьи большей частью просто удалили бы, потому что там нет статьи вообще как таковой. Тем не менее, вот третья по величине, кстати, тоже китайская, это энциклопедия ЮНЛЕ 15 века, она, ну, ведь много лет, она была крупнейшая энциклопедия, она там 11 тысяч томов задержала, ну, большей частью они, собственно, были уничтожены, 4 процента сохранилась. Ну, вот большая российская, вот примерно 80 пишет, статья, вот не так давно, вот ее в декабре 17-го года, наконец-то, дописали, представили Путина, вот теперь она как бы закончена. Вот они обещают, ну, просят там сколько-то еще там деньги дополнительные, может быть, они откроют, наконец-то, переведут в электронный, открыли сайт, но сейчас они говорят, что там будет что-то очень сложное, будет называться «Территория знаний» это будет называться, вот такой сайт, мы посмотрим, что там будет, который, у нас обещают, будет конкурентом убийцы Википедия, ну, посмотрим. Википедия, возвращаемся к ней, вот она пишется на 298 языках, она пишется в большей части независима, там, конечно, есть переводы, но, как правило, в каждой тюрьме есть свое сообщество, потому что переводить это очень скучно. Статьи, в основном, конечно, пишут, изначально смотрят там, что на других языках написано, но все-таки пользуются другими источниками, и, соответственно, пишутся статьи. Самая крупная это английская, вот русская входит в десятку на седьмом месте, если вы посмотрите, вторая, вдруг, сибуанская википедия, третья, шведская википедия, вот, а немецкая, видите, например, только на четвертом месте. Дело в том, что шведы, они решили, ну, собственно, тоже бывшая империя, что они круче всех, и один из швед, программист, решил, соответственно, опогнать всех, и они нашли базу данных насекомых, она была под свободной лицензией, не защищена от пикерайтов, и, собственно, вот эту базу он обработал ботом, из которой из нее создавались статьи про насекомых, и, соответственно, примерно 2 миллиона статей о насекомых были залиты в шведскую википедию, потом насекомые кончились, он нашел еще базу по грибам, и там стал загружать по грибам. Вот, если вы видели, в википедии там есть там ссылка такая показать случайную статью, вот в шведской, соответственно, показать случайную статью без грибов и насекомых. Ну, сейчас они вроде запретили эти заливки, но пока еще вроде решили не удалять, вот эти статьи. Ну, когда они запретили в шведской это делать, но ему же это так понравилось, у него жена филиппинка, и он решил тогда на языках филиппин, он перевел эти базы и на сегуанский, наварайский языки и залил, соответственно, сегуанское. Там, соответственно, никто ему не мешал, потому что никакого сообщества в сегуанской википедии не было и не существует. Сейчас там обсуждают, может быть, нам удалить всю эту сегуанскую википедию, может быть, нет, там идут спора среди сообщества. На сложный язык? Ну, я и не владею, честно скажу. Даже гугла вот так он толком не переводит, поэтому не знаю, что там. Ну, в принципе, мы знаем, что там про насекомых, да, и кроме насекомых, если в шведской что-то еще есть, да, то в сегуанской и варайской кроме этих статьи нет ничего. Но они зато на втором месте и на третьем месте варайской тоже в десятку входят. Если не считать вот такие википедии, их называют ботопедия, именно в нормальной википедии, где, собственно, вот эти вот такие массовые заливки запрещены, или они очень долго там обсуждаются, выверяются и так далее, то, в принципе, русская находится на четвертом месте после английской, немецкой, французской википедии. в Голландской там много заливок про населенные пункты, а вот в русской практически уже много лет и никаких там ботов заливок нет. Это, в принципе, пишется людьми. Мы вручаем премии самым активным авторам, у нас была номинация самому активному боту, кто загрузил больше всего статьи, уже несколько лет мы видим, что там, собственно, ботами загружается там, 40 стратей в год, но учитывая, что википедия растет русская там по 100 тысяч статей в год, по сути, мы эту номинацию вообще убрали из википремии. А сколько вы написали статей? Я? Ну, вопрос, как считать, то есть те, которые сам создавал, это несколько сотен, но иногда там, видишь, как у них ничего не написано, начинаешь ее редактировать, по сути, полностью переписывать, тут просто как бы счетчик не отслеживает такие вещи, поэтому, ну вот, с 2003 года, сколько, 15 лет, я думаю, больше тысячи статей я написал. Было время, когда там когда-то на заре википедии, там можно было освидеть вклад каждого участника, тогда это было, тогда было, когда-то у меня 6 или 6,5% всего контента википедии написано. Но с тех пор, конечно, вот эти мои проценты, там сейчас доли, жалкие доли процента, мой вклад, но тем не менее, он все-таки есть. А премия, скажите, когда будет и в чем она выразится? Эта премия не денежная, это статуэтка, пока сейчас дата не назначена, но обычно она в первом полугодии будет. Пока сейчас точно не известно, но будет баннер википедии, соответственно, в прошлом году мы в Яндексе это делали, но где в этом городе еще не знаю. Спасибо. Если википедию написать и сдать на бумаге, почему, чтобы представить вообще объем википедии, вот мы подсчитывали в объемах большой советской энциклопедии, но мы скоро пересчитаем большой российской энциклопедии, вот, соответственно, 971 тонн, это без картинок, а с картинками 1101 тонн, то есть это несколько шкафов для сравнения английской википедии, вот видите, 2593 тома стандарта, таким мелким шрифтом, как вот энциклопедия Британия, когда мы расскажем. Не печатали? Мы не печатали, был один арт-проект, один художник издал английскую википедию, сделал такую инсталляцию, действительно, целая комната была заполнена вот такими белыми красивыми аккуратными печатными томами, потом он их продавал на аукционах. А с картинками не считают? Английскую не считаю, с картинками, ну, соответственно, процентом примерно 10%. Ну, мы придумали примерно вот такие объемы. Ну, тут, во-первых, вопрос, это делать такие маленькие картинки, как в Британии. Если делать большие, то, конечно, нужно больше не считать. сколько людей читает Википедия, вот я читаю по всему миру, посещает ее примерно 570 миллионов человек в месяц. И Википедия, когда, собственно, она создавалась, считали, что это такой узкотематический сайт, кому вообще нужны эти энциклопедии, ну, как бы, в принципе, нужны, но в то время как раз онлайн-энциклопедии не было. Были такие словари, но они никогда особой популярностью не пользовались. Но показалось, что все-таки именно энциклопедии очень нужны людям. И вот Википедия сейчас является пятым по посещаемости сайтом в мире. Это статистика на вчера. Соответственно, мы менее популярны, чем Google, YouTube, Facebook и китайский Baidu. В России Википедия менее популярна, чем в мире. Мы занимаемся в России девятое место по посещаемости. Правда, мы популярнее в России, Facebook, но менее популярна, чем Яндекс, чем ВКонтакте, Одноклассники и Авито. По поводу можно ли верить Википедии, еще на заре Википедии журнал Nature опубликовал статью, где описал исследование надежности данных Википедии. Соответственно, там так как у меня тут анимация все закрыла, но скажем так, ладно. Значит, давались, были отобраны статьи, они были отформатированы единым образом, отданы разным ученым, экспертом, и они описывали количество ошибок, серьезные ошибки, средние ошибки, мелкие неточности. И оказалось, что да, Википедия на, это было исследование 2005 года, прошло 12 лет, 13 лет, тогда Википедия была хуже Британики, но не существенно, где-то процентов на 10 там ошибок меньше, ну, или там вот эти тут, ну, так, сопоставимо, да, она была хуже, но не катастрофически хуже. Британика возмутилась, сказал, что в Nature не умеет считать, но потом Nature ответила, что нет, мы все правильно посчитали, после этого в Википедии, вот в этих статьях, которые там были упомянуты, в Nature, появилась, тут эксперты Nature нашли 4 группы ошибки, и все сообщество интернета набросилось на эти статистики, выверили каждое там слово, нашли еще больше ошибок, еще все исправили, ну, буквально там в течение 2-3 дней все эти статьи по сути полностью переписаны, улучшены, дополнены и так далее, и вы...